Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. 14 часов 6 минут московское время. Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ. В эфирной студии Роман Шахов, Лиза Калинина и наши гости. У нас в гостях сегодня лидер группы «Игрослов» Андрей Семашко. Привет, Андрей. И юная участница. Вот давайте, Андрей, вы представите, кто сидит по левую руку от вас. Франкмен группы, франквумен. По левую руку сидит моя дочь, Дарья Семашко. Даша, привет. Это ее первое сегодня посещение какой-то медийной истории в прямом эфире. Поэтому это очень ответственный момент. Так еще и держит в руках забиваку. Не просто так. Да, да. Пришла забиваку, ходит забиваку. Все раз только купили. Да, понятно. Так, ну ладно. Группа «Игрослов». А где остальные участники? Как у них дела? Остальные участники разъехались. Просто лето, в общем-то, сезон, когда хочется отдохнуть. Лето, солнце, море, пляж. Как вы сами понимаете, воспеты нашей группой. Нет, не понимаем. У нас же здесь идет сейчас такая жара. Да, чемпионат мира. К нам приехал весь свет. А они уехали. Ну, на самом деле, самый футбольный, скажем так, человек из нашей группы – это я. Понятно. Потому что я играл, в общем-то, с шести лет. Практически играл в команде мастеров. У Константина Ивановича Бескова. И, в принципе, в тот момент как раз стоял на распутье пойти ли в профессиональный футбол, в общем-то… Или в музыку, да. Либо пойти в группу Богдана Титамира «Высокой энергии». В общем-то… Высокой энергии победила. Хорошо ли это или плохо, но вот выбрал шоу-бизнес. Вот. То есть сейчас, поскольку карьера спортивная была такая, достаточно активная, то, что происходит сейчас в стране, очень близко и, наверное, переживается, да, Андрей? Ну, безусловно, конечно, близко. И мне удалось посетить уже три матча Чемпионата мира. В общем-то, все эти матчи были с участием сборной Аргентины, потому что я, в общем-то, горячо поддерживал и поддерживаю. Я вас понимаю. И, как бы, отдаю предпочтение Лионелю Месси. Вот. Ну, к сожалению, для них турнир сложился не очень удачно. Но игры, которые мне удалось посмотреть, это и с Хорватии, и с Нигерии, и с Франции. И с Франции – это вообще голевая феерия. И, не знаю, сказочный матч. Ты с Нигерии очень напряженный был такой. С Нигерии напряженный, да. У нашей команды, Андрей, какие шансы? Дайте прогноз. Об надежке. Шансы нашей команды увеличиваются с каждого раза. Спасибо, спасибо. Наверное, от вообще тотального неверия в команду и вообще никаких шансов, да, вот этой планки. То есть наша команда, в общем-то, преодолела все возможные и невозможные преграды. В общем-то, доказала все, что можно было доказать. Тренер доказал, что он на своем месте. То есть, ну, действительно... Ну, пожелаем победы. Да, да. И мы гордимся, и по праву гордимся. В общем-то, шансы растут. Шансы растут. И, как Даня показал, с хорватами можно играть, в общем-то. И чем дальше, тем игры становятся ответственнее. И поэтому игроки не будут показывать свой, там, может быть, лучший футбол. И я думаю, что у наших неплохие шансы есть в одно-четвертый. Ну, не будем, конечно, загадывать. Пусть им повезет. Чемпионат в 2018 году, но вы в 2016 уже сделали прекрасный футбольный трек и клип. Расскажите-ка вот об этом. Ну, несколько слов, да, буквально. Буквально несколько слов. Мы, на самом деле, еще в 2008-м написали целый гимн российских болельщиков. Да, но я так понимаю, что мы сегодня его не сможем услышать. Но я думаю, что любители как раз футбола могут найти эту песню. Игора слов «Болей за наших» — это именно гимн российских болельщиков. Потому что мне кажется, что лучшие песни в поддержку сборной России сложно написать. А песня, которую мы написали в 2016 году, это уже была песня к чемпионату Европы, к прошлому чемпионату Европы. Мы решили немножко отойти от темы гимнописаний. И чтобы читалась именно футбольная какая-то тематика, мы решили расширить горизонты. И чтобы женщинам тоже было интересно слушать эту песню, мы внесли в такую композицию достаточно серьезную игру слов, то есть в полном объеме, как бы раскрывая свое название. И я думаю, что люди без труда, конечно, поймут, что эта песня не только о футболе. Давайте посмотрим, как мило стоит на воротах, друзья. Итак, смотрим и слушаем клип «Футбол» команда «Игрослов» полетели. Ты мой бомбардир. О чем наша песня, наша песня о чем? О том, как я владею кожаным мечом. Упруг и накачан мой кожаный друг. Стреляю, как из пушки, разлетается пух, ласкает слух. Шум трибун несу вперед, как карачаевский скакун. Играю, чест, правлю, с любой обороной. Галы отгружаю сопернику тоннами. Фанаты ликуют, в стонах тонут. На опыте уже у вратарской зоны. Один на один на мне грубо полят. В пенальти и в цель летит мой снаряд. Такой играй в футбол. Ты забиваешь мне гол. Но мне нисколько не жаль. Давай еще забивай. Давай сыграем в футбол. Мне очень нужен твой гол. Давай же матчу еще. Команде нужно отчет. 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 Не останавливайся. Как и ест и хавик. Посыграем словами. Чиканим рифмы, забиваем битами. Любовь как футбол. Футбол это любовь. Без мил, драната, кипящий кровь. Из глаз костров. Горящих желаний. Свою команду видеть на пьедестале. Не перестанут биться наши сердца. Любовь к футболу не имеет конца. Так, поиграем в футбол. Ты забиваешь мне гол. Но мне нисколько не жаль. Давай еще забивай. Давай сыграем в футбол. Мне очень нужен твой гол. Давай же матчу еще. Команде нужно отчет. 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 Перерыв на припев. Второй куплет получил. Глубокий тренер с авиаоборону. Рвать, глубоко проникать. Забивать еще, еще забивать. Атакую наверху и опускаюсь ниже. Увлекаюсь, нарушаю на свистка. Не слышу предупреждение. Предупреждение влечет к воротам. Нету терпения. Облизываю бровку, подаю опасно. Кульминации игры. Финал. Развязка. Колышется сетка. Отрепещется нет. Наслаждение. Победа. Выигран матч. Так, поиграем в футбол. Ты забиваешь мне гол. Но мне нисколько не жаль. Давай еще забивай. Давай сыграем в футбол. Мне очень нужен твой гол. Давай же матчу еще. Команде нужно отчет. Еще. Спаси. Не останавливайся. С тобой играем в футбол. Ты забиваешь мне гол. Но мне нисколько не жаль. Давай еще забивай. Давай сыграем в футбол. Мне очень нужен твой гол. Давай же матчу еще. Команде нужно отчет. С тобой играем в футбол. Мне очень нужен твой гол. Давай сыграем в футбол. Ты забиваешь небом. У нас институт добывания информации. Расскажите. Даша, ты играешь в большой теннис? Да. Давай, чуть ближе к микрофону. И как долго ты занимаешься, скажи? Ну, где-то три с половиной года, наверное. Папа отправил? Или сама выбрала? Ну, сначала дедушка, потом еще папа. Понятно. А в футбол смотришь, болеешь? Ну, да. За кого? Ну, за Россию, конечно. Молодец. Папа за Аргентину. Кто-то в семье за Россию болеет. Ну, когда был последний матч Испании, то тогда я прям кричала, орала. Мне даже кашлять иногда начало. Скажи, кто у тебя любимый футболист из нашей сборной? Акинфеев. Акинфеев. Молодец, молодец. Скажи, устами, вот нам надо же узнать. Как ты думаешь, вот совсем скоро будет матч еще один, 7 июля, с Хоруатией. Очень сильная команда. Ну, как Россия себя проявит? Как думаешь? Какой будет счет? 2-1 как-то. В пользу кого? В пользу наших. А, 2-1 в пользу России, да? Да. Вы с забивакой будете болеть за Россию, да? Ну да. Все правильно. Еще у меня есть такие гримы делать. Ага. Будешь делать, да? Все. Попроси папку в инстаграме выложить обязательно, чтобы мы поставили лайки. Хорошо? Ага. А что касается тенниса, планируешь ли поехать на большие международные турниры? Как у тебя вот с этими замыслами? Ну, когда я выросу, хочу узнать, не знаю, кем еще, ну, а думаю, стану теннисисткой. Большой, да? Все, отлично. Мы будем ждать уже твоих выступлений. Папа тоже ждет спортивной карьеры от дочки? Или как? Или музыкальный папа? Или другой совсем? Ну, пока, пока все-таки она больше как-то вот к спорту. Тяготеет. Мы хотим параллельно, чтобы она занималась еще как-то музыкой, но вот что-то пока она там противится. Не хочет. Вот. Ну, посмотрим. Я тоже как-то не сразу пришел к тому, что хочу заниматься музыкой. Хотя музыкальное образование не помешало бы, честно говоря. Потому что приходится, вот я пишу тексты в основном, да, а с музыкальным продакшеном приходится обращаться к тем или иным людям. Ну, все-таки это немножко не гармонирует с тем, что... Ну, понятно, да. Ну, то есть хорошо, когда удачно совпадает, да, и вот очень хорошо мы там с Сергеем Курицыным совпадаем, но все происходит просто иногда очень медленно. То есть мы из-за этого можем писать очень долго песни. Дашенька, ты знаешь, что такая группа «Синдикат» существовала? Нет. Не знаешь, да? А кто был МС «Банан», знаешь? Нет? Нет? Спроси папу, что он тебе скажет. Хорошо. Папа, можем сейчас провести ликвид. Как это начиналось? Расскажите, Андрей. Ну, на самом деле, она, может быть, как бы и слышала, да, но, конечно, у нас песни группы «Синдикат» не так часто крутятся там в машине. Ну, конечно, серьезная музыка, конечно. Так или иначе, да. Да, действительно, начиналось все с группы «Синдикат». Это, ну, после того, как был этап группы «Высокая энергия» Богдана Титамира. Вот. На каком-то этапе я понял, что можно как бы попробовать самому, да, познакомился там с первыми, вот, ребятами, которые первые в нашей стране. Пионеры рэпа, в принципе. Да, пионеры рэпа. Я познакомился вот с Айсом, группой КТЛ, ДЛЛ. Мы очень там сдружились. То есть я понял, что хип-хоп и рэп — это не только высокая энергия, а на самом деле это музыка, которая пришла там от ICT, Cypress Hill, NWA. Вот. И, конечно, увлекся этой музыкой, этой эстетикой, начиная от одежды… Культурой, да, проникся. Фильмами, да, да, полностью проникся и начал пробовать писать сам тексты. Естественно, как бы эта культура, она и наложила отпечаток, то, что тексты были соответствующие. Конечно, да, середизмные там. Как бы они как раз и года были тоже, на самом деле, ну, лихие. В начале 90-х. Вот, и поэтому, конечно, всё вот таким образом и переплелось в такие… с криминальным оттекстом. Ну, пластинка до сих пор есть в интернете, можно посмотреть, послушать, так что всё доступно. Да, да, да. С синдикатом можно познакомиться. Она есть в iTunes, мало того, поэтому можно там её совершенно спокойно прослушать. Чем сейчас живёт команда «Игрослов»? Какие планы в ближайшее время? Чем вот нужно поделиться? Кроме отдыха летнего, конечно, да. Планы… планы продолжать пытаться писать хиты. Вот, мы не так часто это делаем, вот, но… Но уж если делаете, то наверняка. Да, 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 вот как я одну рецензию прочитал как раз на наш последний небольшой альбом, мы EP выпустили, да, то есть, что группа не распылялась как раз вот на проходящие песни за эти там последние пять лет, и если его послушать, то каждая песня, в общем-то, она, ну, во всяком случае, с нашей точки зрения, сингловая, и альбом действительно слушается очень так интересно в музыкальном плане. Ну, музыкальные события, у вас каждый трек это… Да, 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 поэтому, то есть, вот, ну, наверное, сейчас будем подходить к следующему, следующему. Давненько это было, появился мега-хит про Алину Кабаеву, как он рождался, кто его сочинил, вообще, откуда возникла эта идея? Сочинил я, идея, ну, честно говоря, возникла совершенно внезапно, то есть, это была, мало того, первая песня, да, конечно, да, выстрелила просто. Как-то вот так вот снизошло вот такое вдохновение, и здесь вот как раз нету таких вот… Ну, успех был неожиданный. Неожиданный, и формулой вот этого вот хита, да, потому что, ну, вот такое, наверное, случается нечасто, да, то есть, это действительно какое-то вот событийное, нисходящее, вдохновляющее что-то должно произойти, и благодаря чему рождается вот такой вот нетленный хит, который сам пробивает все дороги. Мы его, ну, практически нигде не распространяли, то есть, да, отнесли там на радио Next, и уже вот появившись в эфире одной радиостанции, он уже пошел… Разлетелся. Да, везде. А чья музыка, Андрей? Кто музыку написал? Музыку в данном случае написал Эльбрус Черкезов, это композитор, который работал с Михеем в группе Джуманджи, вот, в общем-то, его уже авторство, принадлежит «Сука-любовь», вот, как-то, дорога. Известный хитмейкер, да. Обратная связь от Алины была? Как это получили? Ну, как же, ну, подтверждение этой обратной связи и ее участие с нами в одном клипе, да. Ну, что ты сказала? Ребята, спасибо. Конечно, конечно, там, ну, все взаимосвязано, на самом деле, и благодаря футболу, в том числе, моему футбольному, там, прошлому, то есть мы каким-то образом были знакомы с Ахриком Цвеба, известным футболистом, который в момент написания песни, там, передал ее маме Алины, Алину, в свою очередь, ну, послушала, там, уже от мамы, то есть, и мы получили фидбэк, что она, конечно, очень рада и с удовольствием, там, приглашает нас выступить у нее на дне рождения, который как раз совпал, там, вот, с моментом написания, поэтому это чуть ли не подарком было ей. Ну, почему в клипе вы в форме американского футбола, а не обычного? Вот что здесь? Ну, это уже задумка режиссера Георгия Таидзе, да, там, что-то вот такое, на контрасте, да, какая-то история, в общем-то. Там нежность и грация, здесь брутальность. Да, 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 вот, я так, сложно мне там, почему, но, наверное, так, что-то у него там творческий замысел. После этого другие спортсмены обращались и говорили, ребят, ну, вы уж слушайте, может, и нам что-то напишите, например, борцы, хоккеисты, кто-нибудь еще, ну, правда же, мегахит. Нет, вот таких прям уже заказов там не поступало, вот, скорее, ну, может быть, они были отдаленно, что-то напоминающее заказ, наверное, что-то было, я не буду говорить в каких песнях, но кто-то просил, да, чтобы мы каким-то образом взаимодействовали. А Кенфеев может дождаться. А Кенфеев, безусловно, да, да, я как раз вчера, честно вам признаюсь, об этом думал, и, конечно, вот, если выиграем чемпионат мира, точно напишем про Кенфеева. Игорь, он сказал, что напишет песню Андрея, это было в эфире. Друзья, сделаем небольшую паузу, после которой продолжим. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Дорогие друзья, Андрей Семашко в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ по-прежнему здесь игра слов. Да, и у нас скоро прозвучит еще одна работа, свеженькая, которая называется «Самая красивая», и посмотрим клип. Вот давайте несколько слов об этом. Что за работа, где снимали, как создавали, Андрей, пожалуйста. Кто песню написал, да. Кто песню написал, да. Ну, в общем-то, мы не только в рамках футбола, да, замыкаемся, потому что у нас разносторонние взгляды. В данном случае эта песня посвящена женской красоте. В принципе. Можно даже сказать... Вечным ценностям, да. Да, отчасти в фэшн-индустрии, да, клип именно об этом, да, то есть героиня клипа, она, приходя, в общем-то, на неделю моды обычной журналисткой, вдруг путем счастливого стечения обстоятельств превращается, вот, ну, скажем так, из золошки в принцессу. Ну, так понимаешь, Андрей, называют простых журналистов. Ну, это не говорит о моем каком-то неуважении, это говорит просто, что, ну, наверное, в большинстве своем девочки, они там мечтают, все-таки, они, наверное, слабо себе представляют в детстве вообще профессию журналиста. Вот Даша пришла, теперь она будет представлять, кто такие журналисты, и не исключено, что теперь она захочет, а так, все-таки, это остается за кадром, да, вот, именно мир моды, модели, актрисы, это, наверное, в первую очередь то, о чем мечтают, как бы, люди, поэтому здесь никаких... Я попрошу. Вот, я говорю об общепринятых каких-то вот таких ценностях, и мы хотели это показать, да, опять-таки, режиссерская задумка, вот, ну, с помощью косметики, с помощью удачи, вот, наша героиня становится вот такой вот красивой. Угу. Слава вы написали? В данном случае, как раз, это не моя работа, это Вадим Германов, это человек, у которого есть своя рок-школа, как это ни удивительно, то есть это, в общем-то, рок-музыкант, да, который вот написал такую вот для нас... Работу. Песню, и очень она нам пришлась, там, по вкусу, и совпало, очень совпало то, что он написал ее как раз в тот момент, когда у меня появилась идея снять клип именно в рамках недели моды, потому что, вот, ну, давно сотрудничаем, там, с ними, то есть, там, знакомые, и я понимал, что, ну, вот, очень хорошая площадка для того, чтобы... Снять клип, да. А тут как раз вот мы, я получаю песню, там, от Стаса, что говорит, вот, у нас есть такая песня, все сошлось, и мы успели, успели быстро как раз вот снять, потому что, ну, как вы знаете, недели моды, они два раза в год, и как раз наступал тот момент, когда нужно было снимать. И тоже еще такой достаточно курьезный момент, что мы сначала договорились с одной неделей моды, да, что мы будем снимать именно на ней, вот, а за день до... То есть, со всеми договорились, с режиссером, у нас был уже почти, там, готов сценарий, там, съемочная группа на готове, все готово. И мы в последний момент понимаем, что у нас нет костюмов, вот, а снимать фэшн-клип про моду, приходя в своем, как-то, было странно. Поэтому мы пришлось все переигрывать и уже договариваться с организаторами другой недели моды для того, чтобы снять там. Ну, это все случилось, уже нашли костюмы, и, ну, вот, в клипе мы уже предстали вот в таких вот образах. А кто снимался? Кто в главных ролях? Кого увидим? В главных ролях в этот раз мы снялись все сами, да, то есть Стас, Мила и я, вот. Ну, как бы, прообразом был у нас, наверное, некий фильм «Зулендер», вот, «Образцовый самец», Уэйн Уилсон и Бен Стиллер, да, знаменитый фильм тоже там про моду. Мы хотели, как бы, немножко, ну, с иронией, потому что самая ироничная группа — это «Игра слов». Мы не могли, как бы, всерьез вот так вот играть, хотелось показать какую-то все-таки такую веселую историю, но, тем не менее, с таким интересным, с интересной развязкой, вот. Ну, в конечном итоге мы не воспроизводили один-в-один образцового самца, но, тем не менее, какие-то вот отдаленные образы, они остались, поэтому мы, конечно, здесь играем образы каких-то моделей, там, кутюрье. Даша уже видела работу, оценила? Ну, конечно, конечно. Довольна? Уже сто раз. Сто раз. Ну, вот сейчас будет сто первый, а мы насладимся, дорогие друзья. Прямо сейчас у нас прозвучит песня и клип, можем посмотреть. Самая красивая «Игра слов». Поехали. Смотрим, слушаем. В жизни все скоротечно так, но ты можешь быть хитрее возраста. Это твое право, твой приоритет. Выглядеть настолько, сколько ты хочешь лет. Неповторимый образ, бесподобный стиль. Попробуй, и сказка превратится в быль. Плавными движениями, без напряжения, Ты легко влюбляешься в свое отражение. Но не только ты, а все те, кто будут рядом. Утонешь в океане восторженных взглядов. Не прячь улыбку за кулисами рта. Мир спасет красота. Кто самая красивая теперь ты? Кто самая красивая теперь ты? Кто самая счастливая теперь ты? Когда есть тот, кто исполняет мечты? Кто самая красивая теперь ты? Кто самая счастливая теперь ты? Кто самый красивый теперь ты Кто самый счастливый теперь ты Когда есть тот, кто исполняет мечты У успеха всего два слагаем Их быть сияющей не достигаем Ай, чтобы любой мужчина, находящийся рядом Не смог оторвать восхищенного взгляда Сомневаться ни секунды не стоит Ты достойна этого, ты этого достойна Всех дать взойти и остаться собою У тебя предназначена судьба, слишком много мечтать Конечно полезно, воплощая мечту Приласкаешь победу, чтобы каждый увидев тебя понимал Красота твоё призвание, красота твоё кредо Не нужно бояться, пробовать новое Выглядеть клёво, снова и снова быть незаметной Не надо стараться, раз уж ты богиня А то нечего стесняться Кто самая красивая теперь ты Кто самая красивая теперь ты Кто самая красивая теперь ты Когда есть тот, кто исполняет мечты Кто самая красивая Кто самая красивая теперь ты? Когда есть тот, кто исполняет мечты? Кто самая красивая теперь ты? Кто самая красивая теперь ты? Кто самая красивая теперь ты? Когда есть тот, кто исполняет мечты? Кто самая красивая теперь ты? Кто самая счастливая теперь ты? Кто самая красивая теперь ты? Кто самая счастливая теперь ты? Когда есть тот, кто исполняет мечты? Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» Друзья, ну что же, мы продолжаем. Роман Шахф Лиза Калинина. Игра слов у нас сегодня в гостях. Не в полном составе, но тем не менее. Даша, у меня к тебе такой вопрос. Вот ты смотришь папины клипы, да? Даешь какие-то рекомендации, советы, когда песни слушаешь? Говоришь, что тебе нравится, не нравится? Ну, некоторые у папы там... Ну, несколько там версий, это самая красивая. Несколько песен, то, что у нас сейчас прозвучало. Ну, несколько мне нравятся. Ну, и одна из них... Ну да, у нас есть две версии, да? Она вот как-то выбирает, какая ей больше нравится, да? Я хочу подсказать. То есть, смотрите, Даша входит в худсовет, да? Она выбирает ту версию, которая потом в результате войдет в клип. Я правильно понимаю? Ну, обязательно, конечно. Отлично. А вообще, Андрей, а кто является таким цензором? Кому вы прислушаетесь? Когда вышла какая-то работа? Могут повлиять вообще на ваше решение? Либо вы уже составом игры слов, да? Мила, Стас, вы вот садитесь, выбираете как у вас. Принять решение и все, и дальше уже не имеет значения, кто что скажет. Ну, иногда сложно, на самом деле, выбрать вот такое решение, когда мы втроем, да? Потому что у нас как бы мы долго, потому что мы уже 15 лет, на самом деле, друг с другом, да? И за это время бывало всякое, да? Но, тем не менее, мы не всегда совпадаем, да? В каких-то вот одинаковых мнениях о том, как вот должно быть. Поэтому, на самом деле, вот эта последняя версия, да, это вот как раз такой компромисс, чтобы никого не обидеть, потому что мы сделали чуть более электронную версию, потому что, ну, как бы я считал, что это модно, и как бы тенденции музыки идут туда, вот. А, например, Стас вот считал, что, ну, например, ну, может быть, нужно вот оставить вот такие более попсовые старые звуки, и мы поэтому сделали дискотечные. Ну, я так понимаю, что старые звуки для Стаса это вообще панк-рок, нет? Стас, да, то есть он у нас вообще меломан, он не обязательно только панк-рок, но он меломан, он очень любит музыку, вообще, ну, скорее всего, все-таки более в сторону рока, Майка Паттона, и вот, в общем. Как дела у Милы? Потому что о ней не так много информации. У Милы, Милы, ну, она сейчас у нас живет в Питере, да, переехала, вот, я как раз у нее останавливался, когда ездил на матч Аргентина-Нигерия. А, то есть недавно виделись. Прекрасно устроилась, да, замечательно живет, сейчас вот поехала с дочкой тоже отдыхать в Грецию. Ей большой привет. Огромнейший. Огромнейший. Где отдыхать любите вы? Все-таки лето продолжается, давайте говорить не только о работе, но и об отдыхе. Какой идеальный он? Дашенька, я смотрю сразу к микрофончику. Даша, где ты любишь отдыхать, расскажи. В Испании. Так, отлично. Ну, на самом деле, вот, с отдыхом тоже связано много, да, и я люблю, на самом деле, не только отдыхать, да, но и совмещать это с какой-то работой, с какой-то деятельностью, потому что помимо группы игрослов, вот, я еще организовываю мероприятие в стиле квест, да. То есть наша вот компания называется Enjoy Quest, и мы организовываем такие вот развлекательные поездки по всему миру, да, то есть это, может быть, вот, ну, проводили и Греции, это и Прибалтика, это и Россия, Сочи, вот, то есть мы собираем группу и вот в игровой форме через задание даем людям возможность узнать ту страну, в которую мы отправляемся, да, то есть, как правило, это не одно какой-то конкретный город, то есть это передвижение в рамках этой страны, вот, и, соответственно, это может быть передвижение на яхте, на автобусе, на чем-то еще, то есть это очень интересное времяпровождение. Самое главное, конечно, роль играет атмосфера, потому что приходящие к нам люди, это все уникальные, на самом деле, люди, а когда они собираются вместе, то на выходе получается, ну, эмоциональный просто взрыв. Слушайте, рафтингом, по-моему, вы тоже как-то... И рафтинг, да, да, то есть если есть горные река, например, как в Сочи или там Архиз, да, то мы, конечно, там сплав обязательно. Причем, я так понимаю, вы это делаете нелюбительски, вы же учились где-то вот как раз на это дело. Я, ну, так получилось, да, что я окончил академию гостиничный и ресторанов и бизнеса, да, и получилось так, что где-то вот с этой профессией соприкасаюсь, да. Связано. Ну, а так, ближайшие планы летом, куда отправляетесь, если можно это рассказывать? Ближайшие, ну, мы, может быть, внутри страны пока здесь отправляемся, не знаю, вот в Питер мы планируем поехать в августе. Вот как раз у Даши будет день рождения, в конце июля, в августе вот поедем в Питер. Прекрасно. Рэп-музыка развивается сейчас семимильными шагами, кого вот из современных молодых рэперов вы слушаете? Ну, я не могу сказать, что я слушаю, симпатизирую и смотрю, то есть это, безусловно, как направление, ну, конечно же, сейчас популярно, вот, предпочтение, ну, то есть я знаю всех этих, как бы, людей, которые сейчас модны, да, вот. Но, тем не менее, вот мы даже, как бы, со своей олдскульной тусовкой собираемся достаточно часто, сейчас, в последнее время, еще чаще, там, Ноготочие, Бэтбэланс, КТЛ, ДЛЛ, вот. Даже есть в мыслях сделать вот такой небольшой олдскульный рэп-фестиваль. А, отлично. И, может быть, именно как раз концерт, состоящий из вот этих групп. Это когда и где, примерно, есть уже понятия? Пока нет, есть вот идея с группой товарищей, мы вот над ней сейчас думаем, ну, возможно, такое состоится, мы, конечно, это анонсируем. То есть баттлица на Версусе пока нет, да? Нет, это, ну... Другой формат. Да. Уже, как бы, вот, люди в нем находятся, да, и зачем туда... Вклиниваться, так сказать. Вклиниваться, да, там, строя из себя того, кем ты, на самом деле, не являешься. То есть это даже, ну, это должна быть честная история, и мы, в принципе, честны по-своему, да, как бы, зачем. Ну, вообще, как одобряете вот то, что сейчас происходит? Это же целый бум рэпа-культуры сейчас у нас в России. Ну, хотя бы звучание может быть. Нет, конечно, я одобряю. Более того, может быть, даже с какой-то легкой завистью к этому отношусь, потому что мы начинали, да, и бумом не пахло, да, но мы, на самом деле, те люди, которые этот бум, ну, наверное, спровоцировали тем, что мы это начинали, да. Я знаю, что многие, как бы, относятся, те, кто помнят, да, там, с неким респектом, да, кто-то и не помнит тоже, конечно, ты там вот этим рэперам скажи, там, вряд ли они могут и не знать. Но, тем не менее, наш вклад, конечно, в это есть, и... И за него вам громадное спасибо. Очень жаль, что, конечно, когда мы начинали, это считалось там вообще глубокой чернухой, некоммерческим никаким вообще делом, и куда бы я мне не приходил, ну, вообще, как-то было очень сложно. Ну, вот сейчас, конечно, все... История... Но мы ушли в популярную музыку, которую сейчас, мне кажется, сложнее, наоборот, популярную музыку продвигать, чем рэп, да, потому что это какая-то вот субкультура, если ты в ней становишься известным, то ты уже, как бы, обрастаешь каким-то количеством, нереальным количеством поклонников, да. В поп-культуре, конечно, конкуренция гораздо сейчас сложнее. От нас вам нереальный респект. Огромное спасибо. Спасибо огромное. Я хочу напомнить, у нас в гостях сегодня был лидер команды «Игрослов» Андрей Семашко с дочкой Дашей. Спасибо вам огромное, чтобы все складывалось успешно. Хорошего лета.